День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Предлиговские такие предпраздничные дни, но тем не менее хочется от веселья, от праздников перейти к делам насущным. Все-таки жилье, место, где мы проводим большую, ну, кто-то на работе, но кто-то все-таки дома большую часть жизни, имеет огромное значение для людей и выбор места жительства. Также, однако, мы уже неоднократно поднимали за время пандемии эту тему о том, что все-таки и пандемия, и вот в последние годы происходят большие какие-то подвижки на рынке недвижимости. И обо всем об этом мы хотели поговорить как раз-таки со специалистом, специалистом по недвижимости, с риэлтором. У нас Алексей Беньковский на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Что ж, с чего начнем, Олег? С пандемии или с последних событий? Ну, может быть, с последних. С последних событий, да. Алексей, на ваш взгляд профессиональный рост коммуналки, вот этот космический просто в разы, как он отразится на выборе места жительства? Ну, например, будут ли коммунальные платежи определяющим фактором при выборе квартиры или дома? Вопрос, конечно, насущный. И все об этом думают. И очень много водных, так сказать, неизвестных. И что будет на самом деле, какие будут цены, сложно предположить. Но очевидно, по-моему, уже всем, что это будет нелегко, скажем так, всем. Что касается выбора места жительства, не знаю, я не склонен думать, что высокие цены на коммунальные прям заставят людей куда-то переезжать. Вы понимаете, то есть сменить место жительства для людей, допустим, которые привыкли жить для этого в каком-то месте, в какой-то своей квартире, достаточно сложно. То есть если мы говорим о тех людях, которые живут в арендном жилье и, допустим, достаточно регулярно, может быть, меняют свое место жительства, то да. Но те люди, которым принадлежит квартира, например, в каком-нибудь спальном районе или в каком-нибудь двоенном доме, я не думаю, что высокие цены на коммунальные заставят их что-то делать, какие-то кардинальные шаги. Ну я тут могу сразу возразить, представьте ситуацию, когда-то была большая семья, то есть там трех- или даже четырехкомнатная квартира, дети вырастают, разъезжаются, остаются уже родители в достаточном возрасте, они выходят на пенсию и внезапно они сталкиваются с тем, что это жилье для них становится просто неподъемным. Да. Я, конечно, не могу отрицать, что такие ситуации возможны и что, вероятно, кто-то будет решать такие нелегкие вопросы, кому-то придется это делать, но я не думаю, что это будет прям повальная какая-то история. Я думаю, что серьезные, серьезные, так сказать, трудности ожидают те, кто сдают квартиры, те, у кого есть какие-то там вторые, третьи квартиры, которые они просто привыкли сдавать и пусть не дуть, там, может быть, не сильно заботиться о том, сколько она приносит, но приносит и хорошо. То есть уже этой зимой я знаю конкретный случай, когда коммунальные платежи, ну, приравнивались или превышали даже цену за аренду, да, и что это говорит, о чем это говорит? Это говорит о том, что таких ситуаций будет гораздо больше, я могу предположить, и у арендаторов, точнее говоря, у арендодателей будет порой серьезный вопрос, что делать, потому что если потерять арендаторов, то ты просто начинаешь терять деньги, потому что тебе нужно будет самому покрывать эти коммунальные платежи. Поэтому я в целом не исключаю при каких-то достаточно, ну, при худших раскладах, скажем так, что в зимние, ну, в отопительные месяцы, скажем так, придется некоторым сдавать, грубо говоря, за коммунальную плату квартиру. То есть кто-то, ну, а таких людей, в принципе, хватает, брал вторую-третью квартиру, сдавал и получал то, что называется пассивный доход, сейчас рынок может измениться, и они не смогут больше вносить вот эти платы, то есть им тоже придется, видимо, отказываться от этих квартир как-то, ну, да, либо чтобы вывести вновь. Сдаю за плату. Но тогда придется все равно банку платить из своего кармана, а где там денежки возьмутся. Алексей, приведет ли это к падению цен на рынке жилья? Вся ситуация. Не знаю, вот я вчера думал об этом, когда мы договорились с вами поговорить, то есть теоретически, если пытаться логически продлевать эту цепочку, да, если таких людей, допустим, которые сдают какие-то квартиры, какую-то, может, одну квартиру или там две, и это перестанет приносить доход, а возможно, кто будет не подсуетиться вовремя и не сможет быть гибким, вообще потеряет арендаторов, то есть он будет нести, ну, потери, да, то есть в таких случаях я не исключаю, что какие-то квартиры будут пытаться, как говорится, ну, продать, грубо говоря, да, резко. А чтобы продать быстро, нужно, понятно, будет цену выставлять какой-то, ну, ценой ниже рыночной или там ниже какой-то средней. Поэтому не исключаю, но, опять же, будет ли это повальным каким-то трендом, сложно сказать. Вообще очень сложно, действительно, потому что пока что непонятно, еще вопрос большой про социальную поддержку, например, да, и будет ли какая-то социальная поддержка от города или от государства? Какому размере она будет, каким слоям, так сказать, общества, всем ли или там по каким-то критериям? И это, я думаю, будет очень решающим фактором, потому что, понимаете, в этом году, ну, пару месяцев, да, когда скакнуло там раз, потом скакнуло два, это отопление. Я про электричество газа даже пока, ну, скажем, даже если брать центральное отопление, которым, все-таки, я думаю, большинство отапливается в Риге, то есть месяц-два достать какую-то лишнюю 100-200 евро, ну, как бы люди, наверное, могут, ну, пытаться где-то найти эти лишние, как бы, деньги. Потому что, ну, я уверен, что у нас в стране очень много людей, у которых нету излишек сейчас средств, да, более того, если это нужно будет где-то достать лишние не 100, а 300 или 400, да, то это будет серьезная проблема. Да, Алексей, пример, который привел Олег, там, трех-четырехкомнатная квартира, где жила когда-то большая семья. Как вы считаете, учитывая, опять же, вот этот бешеный рост цен на все и вся, включая коммунальные платежи, может ли случиться обратный процесс уплотнения, ну, условно-таки, коммуналки 21 века? Либо семьи начинают соединяться, там, второе, третье, четвертое, восемнадцатое поколения на одной жилплощади опять жить, либо в складчину какие-то друзья-подруги, ну, серьезно, что-то похожее на советские коммуналки только с поправкой на 21 век. Ну, я сейчас, не знаю, я в целом достаточно пессимистично смотрю на ближайшие несколько лет, скажу честно. Я как бы не призываю голову в песок, как говорится, да, но нам нужно, мне кажется, даже из разговоров со знакомыми, с людьми вокруг, я замечаю, что многие люди особо не задумываются пока об этом, и, ну, как бы, вот сейчас что-то есть, там, какие-то движения происходят, что-то там в мире, но осень близко уже, да, и зима близко, и когда все говорят о том, что будет тяжело, более того, наше государство нас, как бы, прямым текстом нам говорит, что вам будет тяжело, и, типа, там, ремешочек подтяните, да, копите на отопление, по-моему, кто-то из наших, так сказать, такую фразу, да, сказал. О чем это может говорить? То есть они-то, может быть, даже где-то лучше понимают, да, насколько будет тяжело. Поэтому дальше вопрос, как долго это продлится, и поэтому я вообще не склонен исключать какие-то, не знаю, нам сложно сейчас предполагать, да, и нам кажется, что это невозможно, это вообще как-то звучит очень странно, малореалистично, но мир так быстро меняется, что я не думаю, что как бы прям уплотнение, но то, что людям придется решать какие-то серьезные задачи, потому что они просто не смогут платить за свою недвижимость, там, да, за коммунальные, или у кого-то какие-то где-то еще что-то лишнее, то есть, ну, это нормальная тенденция, люди будут пытаться ужиматься, а как они будут пытаться ужиматься? Как сказать, кто-то поедет на дачу, там, или на хутор к бабушке и выйдет из заточной квартиры, да, кто-то, может быть, да, действительно переедет, соединится с родителями, там, или так далее, кто-то будет просто больше работать, я не знаю, ну, то есть... А как вы расцениваете вот эту угрозу, действительно, кризиса неплатежей, когда, ну, вот, Домоуправление, говорят, что, в принципе, 30% это уже критический порог, потому что за этим просто последует, ну, массовое отключение и от газа, и от отопления, и так далее? Ну, несложно комментировать, я не знаю, но это все, как бы, сейчас такое, да, рассуждение, можно рассуждать, но у меня нету никаких, как бы, почвы, на чем я бы основывался, и какие-то конкретные положения, поэтому, конечно, опять же, ну, если возвращаюсь к тому, что я сказал, если людям, обычным людям, да, у которых, в принципе, впритык, да, так сказать... Ну, от зарплаты до зарплаты, да, да, то есть от зарплаты до зарплаты, если им нужно один раз где-то 200 евро, да, достать там, ну, я думаю, большинство может сделать одолжить там что-то где-то, а когда, если это нужно будет полгода сделать подряд, да, то это уже, возможно, будет серьезное, ну, мини-кредиты, как бы, это, конечно, возможно, на этом у них будет тоже всплеск, но вы же сами понимаете, как бы, все связано, и это не может продолжаться долго. Возвращаясь к пандемии, за эти прошедшие два года тоже, в общем-то, с разных сторон, от разных специалистов, ваших коллег, мы слышали, что раскуплено все, и приусадебные какие-то участки вокруг Риги, люди, потому что выезжали из города, чтобы иметь возможность во время эпидемиологических ограничений хотя бы куда-то выйти, то есть, по большому счету, за два последнего года латвийцы набрали ипотечных кредитов. Ну, то есть, то, что мы говорили в первой части, да? Да, да, они берут и сейчас, в принципе, пока что был небольшой спад вот в марте, да, но недолгий, в принципе, я слышал, что банки говорят, что в целом поток заявок опять увеличился, и как бы люди пытаются брать. Вы правы насчет загородных, ну, каких-то имуществ, там, дач, участков, хуторов, это еще был первый год, да, 20-й ковидный, все раскуплено, то есть, ну, сейчас, грубо говоря, этот рынок, понятно, что тихий, потому что особо нечего покупать, вот. Но мы еще, по-моему, говорили, что из-за ковида люди как будто бы по-другому начинают рассматривать свое новое жилье и, возможно, задумываются о том, что надо будет работать из дома в том числе, да, и там, может быть, еще лишнюю комнату, но сейчас с ростом цен существенным, я думаю, что свои желания, так сказать, требования большинству людей приходится немножко поумерить, потому что, грубо говоря, за те же деньги они сейчас можно купить просто меньшую квартиру, да, а большую квартиру они уже не могут себе позволить, просто потому что есть определенные ограничения по размеру ипотечных кредитов, даже люди, которые работают, там, может быть, и семья из двух человек, и оба работают и, в принципе, ну, как бы зарабатывают, есть все равно предел, и цены так выросли, что, если, может быть, в прошлом году можно было купить трехкомнатную квартиру, там, за какую-то сумму, да, то сейчас только двухкомнат за те же самые деньги. Скажите, какие вот изменения действительно происходят на рынке недвижимости, насколько становятся, может быть, популярными однокомнатные, там, двухкомнатные квартиры, как действительно вариант того, что возможно оплатить, а большие квартиры, ну, станут, может, менее популярными? Ну, актуальная тема, я думаю, что это для и для покупателей, и для арендаторов, то есть энергоэффективность, скажем так, хотя, опять же, мне сложно судить о всех, то есть я рассуждаю, и мне кажется, что это очевидно, что это очень важно, и что можно об этом задумываться, но я не вижу этого иногда у людей, с которыми я общаюсь, то есть, может быть, люди немножко пока недооценивают эту проблему, а разница, поверьте мне, бывает очень существенная, то есть я видел счета в новостройках за прошлую зиму, да, хорошая новостройка от высокой категории энергоэффективности, и счет за коммунальный, условно, в старом доме в центре города, где центральное отопление без регуляторов, без счетчиков, да, то есть и неутепленный дом, это очень большая разница, то есть за там двушку разница может быть там 80 евро против 280, понимаете? Это существенно, это очень существенно, но, к сожалению, новых проектов все так же не хватает, их все так же мало, и цены на них очень сильно выросли, поэтому здесь опять же, ну, как сказать, сложно. То есть я правильно понимаю, при всем при этом у нас еще и кризис предложения? Да, по новым проектам все так же, вообще в целом спрос все еще выше, чем предложение, да, то есть рынок активный, в принципе, да, люди все равно покупают, что-то продают, но, скажем так, вот по новым проектам сейчас у всех, скажем, все предложение новых квартир, оно, его количество, это среднее количество сделок по новым проектам в год, да, то есть, как бы, грубо говоря, это столько, сколько могут купить за год рынок, но это, в принципе, мало, то есть обычно это должно быть как минимум в два раза больше, то есть, да, люди строят все еще, ну, понимаете, опять же, из-за того, что очень выросли цены и очень сложно делать расчеты, да, то есть закладывать прибыли, там, строительство и так далее, я думаю, что сейчас застройщикам очень нелегко, поэтому, возможно, новые какие-то проекты, которые должны были бы сейчас уже, может быть, запускаться, да, уже и начинать продаваться, они немножко где-то подтормаживают, потому что опасно, очень большие риски. И станет ли, что называется, тихий центр через год еще более тихим? Не знаю, я думаю, что... Ну, вы только что сказали, что неутепленные дома, низкая энергоэффективность, высокие коммунальные счета, да, ну, нафиг вообще там жить? Ну, знаете, ну, опять же, тут то, что называют тихий центром, я заметил, что в последнее время эта фраза, эта зона расширилась чуть ли не до брасы, но для меня тихий центр, это, конечно же, только там посольские кварталы, там уже где-то в Аусе, Клявилан, в той стране, да. Но я думаю, что те, кто там, в принципе, большинство людей, к тем, кто там проживает, у них, как бы, возможно, есть какие-то буферы, да, и какие-то возможности платить и высокие цены, высокие, ну, оплачивать высокие коммунальные. Плюс, кстати, должен заметить, что там достаточно много домов, которые, в принципе, приведены в порядок, там, может быть, если не утеплены, утеплены, ну, как минимум, поменены, там, трубы, поставлены счетчики индивидуальные. Это, кстати, очень важно, понимаете, центральное отопление нерегулируемое, ну, то есть мы об этом не задумывались никогда, ну, что там, как бы, топит и топит, и жарко открыло окно, да, но сейчас это очень актуально. И я постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, то есть у нас погода меняется очень резко, да, то есть у нас, может быть, там от мороза до теплого дня, в апреле постоянно, там, в марте и так далее, а город не может так быстро реагировать, да, переключать, там, подключать, поэтому часто бывает так, что на улице тепло, а дома топит и дома жарко, да, или наоборот, там, зимой очень сильно топит, потом резкое потепление, а регулировать не может, кто-то не любит жару дома, открывают окна, и то есть можно видеть, что очень много людей проветривают, открывают окна, то есть мы, по сути, топим улицу, и когда это стоит таких денег, да... Ну, тут начинаешь задумываться, да, тут начинаешь задумываться, считать денежку и принимать различные, не всегда привычные, но зато такие осознанные и правильные решения. Алексей, у нас время вышло, просим прощения, да. Спасибо огромное. Алексей Пеньковский, риэлтор, аверсброкер, уже был с нами на связи, говорили об изменениях на рынке недвижимости. Алексей, огромное спасибо, с наступающими праздниками, веселых длинных выходных. Вас также. Спасибо. Всем пока. Пока-пока-пока. И слушайте радио Болтком.